Макс, ты поработал уже двумя машинками. Одной из них ты уже пользуешься примерно год. Покажи под ними. Вот именно Ангис-аутлайнером. Как мы с тобой его обрезали, настраивали ножи, есть видео. В конце видео я поставлю ссылку, и люди могут посмотреть. Скажи, пожалуйста, в чем примерно отличие этой машинки и какой лучше покупать? Потому что у меня люди очень часто спрашивают, какой из них лучше. Потому что из Ангисов самые продаваемые именно две машинки. Это Ангис. Это Ангис. Разницы почти никакой нет. В срезе все делают одинаково. Единственное, что это мощнее идет немножко. Это можно обрезать корпус. Корпус можно рассказывать, что режет. Плюс этой машинки. Сюда можно одеть шейвер. Дополнительный. Он стоит недорого. 200 гривен. 200 гривен. То есть у вас сразу же будет по цене триммера и шейвер. И в то же время, если, к примеру, брать отдельно шейвер, шейвер стоит около 100 долларов. То есть он тоже Ангис. Букс он выполняет свою отлично. Я работал. Кстати, можно будет снять видео от работы от шейвера. Да, кстати, снимем видео отдельно. Что эту желательно перенастроить на живой блок? Что эту желательно перенастроить? У них одинаковые ножевые блоки. Их можно настроить. Кстати, под 0.1. У одного, например, изначально у Ангиса РТ-1 Суперлайнер с левой стороны 0.3 миллиметра идет срез. А с правой стороны, с моей стороны, 0.1. Но его надо все равно настроить. Плюс-минус, там покрешно все. С завода там написано, что 0.1, но мне кажется, там 0.3. У них одинаково. Мне кажется, идут. Что там т-образно, что там т-образно ножевой блок. Там роторный, например, там идет 5100 строк, а здесь идет 7200. Примерно частота строк. Вот в чем отличие заключается. Вес у них практически всех одинаково. 226 грамм. Так что... Единственное, что это в руке приятнее лежит. Потому что прорезиновые вставки. Матовое, сзади, пластиковое покрытие. Плюс резиновая вставка здесь. Тут просто ребра жесткости, которые просто держишь, она не скользит в руке. Да. Так что, какой ты себе в работе? Вот ты уже работаешь этим уже примерно год. Какой ты себе взял бы? Или ты взял бы и то, и то? И то, и то. Почему? Ты это, например, уже знаешь из-за этого? Нет, потому что она у меня уже есть, она обрезана. Да. Хочется очень сильно такую, потому что ножевой блок стоит недорого. 200 с чем-то гривен на данный момент. К примеру, насадка на шейвер стоит... 205 гривен. В районе... А ты имеешься на шейвер? Да. Первая там 405 гривен просто сеточка, а в комплекте идет с нажимаем блоком, там идет 700 с чем-то гривен. То есть вы надо взять универсально. Да, если смотрите, вы хотите парикмахерам встать и у вас нету там ограничений средства, например, вы можете, например, машинку взять и в комплекте у вас уже шейвер идут. Так что вы сэкономите отдельно, не надо вам покупать шейвер. То есть себе 200 долларов или 100 долларов? Да. Есть две машинки, можно сказать. Все, так что... Это плюс в том, что ее можно обрезать. Те, кому надо, те никому надо обрезать. Я понимаю, да. Я не понимаю, послушаю, не лезть. Так что всем спасибо, будут вопросы задавайте, а? Да. Вот те вещи, которые ты говорил, что нельзя машинка сделать. И большинство, кстати, люди спрашивают под ноль. Под ноль ни одна машинка не делай, потому что прямой контакт только улезли.